01.02.2022 года. Вот так, сейчас я продолжу вот эту тему о диком вибилизме, от так называемого генералиссимуса Джугашвили сапожником. Вот смотрите, я хочу это продолжение предыдущего видео, я хочу извиниться, я там допустил оговорку, конечно не Павлов командовал под Харьков. Павлов был уже расстрелян, я просто думал, сопоставлял с судьбой Павлова там, почему Тимошенко так осторожничал, вернее так вот не осторожничал, а вот так следовал пути предначертанным вот этим чмо, которое себя называло генералиссимусом, присвоилось. Вот я хотел бы вернуться к операции Блау. Ну я в прошлом видео там рассказывал, что Моройор Рейхель сделал подарок и дебилоиду прилетела карта. Карта с полномасштабная сорокового корпуса Штума, который называли Шаровая Молния, где указана была задача сорокового корпуса выйти в излучину Дона, наступление на Воронеж и все вот эти вот все дела, понимаете? То есть и я не знаю, вот как бы, смотрите, вот когда Павлов там планировал, не Павлов, а Тимошенко, господи, что меня заносит. Тимошенко, значит, под мудрым, в кавычках, руководством этого великого Саралина планировал, значит, наступление на, так сказать, на Харьков, даже вот эти, ну я вот рассказывал, что даже солдаты обнаружили, что вот, ну как бы, что не все в порядке, что немцы так не дерутся, немцы так не сдают позиции. Ну я после окружения как-то захлопнула на Мышелкуловка под Харьковом и Джугашвили сдал ради своего тщеславия, ради того, чтобы себя прославить великим полководцем там, вот, счел это удачным моментом, 240 тысяч наших ребят, так сказать, оказались на краю гибели. Вот, и я, ну, но вот смотрите, вернемся к майору Рейхелю и по плану Блау. Вот уточняю, что вот этой операции, которая, что происходило в то время, как вот Кейтель дал удивительно четкую оценку, вернее, ну, может быть, самонадеянную оценку Джугашвили, что это тупица, это животное, скрутить цигарки из этих, потому что вот, ну, если вот я был на месте бы Гитлера, да, ну, представим, что вот я, как бы, такой же циничный там человек, да, который там без совести, без каких-то принципов, да, ну, я бы ни за что на месте Гитлера не рискнул, потому что Кейтель рисковал, ну, как-то, как вам сказать, легкомысленно, сверхлегкомысленно, потому что, ну, фактически Германский, Джугашвили дал германскому командованию полностью убедиться в том, что эти документы именно попали к нам. Как это произошло, я сейчас немножечко расскажу. Дело в том, что вот этот штумы, Гитлер орал там на Йоделя, на Кейтеля, там, что этого штумы, значит, это командующим корпусом, это такая вот дезинформация, да, так вот, командующему корпусом выкрутили руки, кинули в каземат, а потом ему, чтобы его хорошенечко всыпать ему, ему вкатили дозу там якобы яда, и смотрели, и посмеялись потом, сказали, что пошутили. Ну, такое вот предупреждение, он такое, да, господин, и только застучит бедничество, который Паулиса, который вознесся тогда выше Роммеля, да, и перед которым Гитлер снимал шляпу после Харьковской операции, вот, спасло штумы вообще от расправы. Ну, Гитлер орал на Кейтеля, на это, он орал, вы что делаете, что делает этот дебил штумы, наша операция Блау, да, значит, заход в излучину дома, значит, план в конечном счете направленный на взятие Сталинграда и перекрытие Волжской артерии, да, единственной кровеносной нефтяной артерии, да, вот, ну, вот, как у вас дебилов, вот, джугашвилевских, не, не, вот, как у них вот этих, вот этих животных не возникло опасения после того, как Мехлиса разгромил этот Манштейн, после того, как он придвинулся к Капказским горам, вот, к выходу бакинской нефти, да, фактически к Грозному и все такое прочее, то, значит, вот, как бы, понятно, что, ну, вот, просто, ну, просто надо быть какой-то, ну, чуркой, чуркой, вот, чуркой с глазами, чтобы не задуматься, блин, а вот наша нефть на юге зависла на ниточке, на ниточке зависла, и, конечно, что и у противника может, зачем брать Москву, зачем брать Ленинград, когда можно просто остановить наши танковые армии, и все, и все, и не только танковые, танковые, а это станут машины, это станут авиация, так сказать, ну, сколько там союзники могли там перебросить по Ленд-Лизу там, вот, и стали бы они перебрасывать после этого, и Турция начала вопить, что половину русских надо уничтожить, вот что это чмо и сделало ради своей славы, тщеславы, тщеславия, так сказать, чванства там, вот этого, но как же бы можно было все-таки проверить, Джугашвили вообще, правда это или нет, но его не обеспокоило то, что немцы все-таки нашли участок, где Райхель перелетел на этом самолетике, да, не обеспокоило Джугашвили, что два летчика сгорели, да, вот они как согласились, вот это, если это спектакль, они согласились сгореть, что ли, как это вот все, а Райхель, который бежал и отстреливался до последнего, как этот, как такой супер, а его вампасы, вот эти вот, ничего не навело, так сказать, никаких движений, как впоследствии даже написал вот этот безграмотный, малограмотный мужик, но который вообще понял тоже всю опасность Хрущев, сказал, что уже сделано после получения этой карты самолетом, было сделано не ровно ничего, ничего было сделано, это позволило немцам, значит, совершить следующий акт, они организовали вот этот, прибыл этот Видер, по-моему, вот так вот его, штандартенфюрер или кто там, вот он погнал, значит, немецких солдат, да, и захватили этот самолет, захватили, но четких-то указаний не было, и вы понимаете, ну, как бы, была, конечно, возможность вот эту эсэсовскую группу по расследованию захватить, мы могли им организовать там котел, мы могли умышленно впустить их туда, как, ну, вот это же чмо там даже не читала, там, историю Чингисхана, который неоднократно отступал со своими конницами, да, чтобы только заманить человека там, вернее, противника на, ну, наверное, он даже не изучал, кто такой Дмитрий Донской, ну, чмо, блядь, вот про засадные полки, наверное, ничего не слышал, тут впечатление, что в школе человек ни хера не учился, ну, должна же была стревожить идиота и поинтересоваться, а что происходит на вот этом участке, почему там немцы взбесились, понимаете, то есть, почему они проводят вот эту локальную операцию, немцев там накачали шнапсом, кофе и погнали вперед, не считаясь с потерями, понимаете, то есть, но вот этот, после допроса судьба опять дает России шанс, судьба опять России дает шанс, какой, ну, не дошел Рейхель, просто ему подтвердили, он нашел самолет, но вот прямых участников вот этого захвата самолета он не нашел, и тогда он принимает следующее решение, на мой взгляд, опять-таки, ведь он же выдавал вообще замыслы команды, он как бы сигналил своими действиями, что все, это не шутка, это, блин, все по-настоящему, понимаете, то есть, казалось бы, можно было бы посидеть, как бы, над картами, озадачиться вот что, чуть там взбесились на участке вот этого сорокового корпуса, что там, у Штумы там происходит, что с самим Штумы происходит, что вставки Гитлера поставить, вообще, задачу, может быть, ну, были же у нас там талантливые разведчики, так сказать, что-то подключить, какие-то вещи, но ничего этого не было, потому что вот о нашем Харьковском наступлении вот написала английская газета, вот просто англичане знали, что у этого, у этого чма творится, я не верю в такие совпадения, чтобы какой-то, причем, вот смотрите, не о Харьковской, вот, а именно о Лоронежской операции, говорился, вот, понимаете, то есть, фактически, Кейтель потом сам удивился своей державности, он сказал, что типа, ну, типа того, что Джугашвили быдло, тупое, он завернет это в селедку, но даже Гитлер засомневался, да не такие же, они, говорит, тупые, чтобы вот завернуть, что моя операция, которую я готовил, которую я не жалел ни крови, ни пота, ни слез, как говорится, она уже валяется с проломленной головой из-за этого Штума, ну, и, и вот тут нам предоставлялся великолепнейший шанс, потому что этот видер не успокоился, потому что данных у него, он организовал, он погнал лучшие эсэсовские части вперед, их накачали опять шнапсом, кофе, ну, стимуляторами, чтобы только любой ценой достигнуть цели. Разве вот если бы, вот после того, как ему этот видер Джугашвили просигналил, что мы, это все правда, он фактически флажком ему там промахал, да, это все, это все нелипо, понимаете, ну, просто, как великий кормчий, могучий, вонючий сралин, не пришел к мысли, что вот эти рвущиеся, они прямо в ловушку-то идут, понимаете, то есть там же части-то были ограничены, это же еще была не операция Блау, и тут бы их взять в клещи, и вот этот видер имел бы все перспективы попасть в плен. Однако этого ничего ровным счетом не было сделано, они провели локальную наступательную операцию, локальную наступательную операцию, после чего он действительно захватил одного солдата, который ему подтвердил, что вот этот кожаный портфель попал в руки Джугашвили, понимаете, но отказаться уже от кавказской нефти, от Сталинграда, от наступления Воронежа, Гитлера все-таки пересилил, все-таки позиция Гитлера сыграла с нами, вот я бы на месте Гитлера, но не рискнул, но не рискнул, я бы сказал, мы можем проиграться, русские могут нам какой-нибудь котел нехороший сделать, какой-нибудь, что-то такое нехорошее, тем более, что под ржевом чуть-чуть сказал бы, Жуков нам не сделал котел, понимаете, и мы сейчас опять полезем в этот котел, ну вот не рискнул бы я. Но, к сожалению, вот эта ставка Кейтеля, что Джугашвили полнейшее животное, дебил, просто конченое, конченое, вот я просто не знаю, как это вот словами даже сказать, она полностью себя оправдала, потому что вот я немножко там, операция Блау началась по намеченным, по вот этим картам, по вот этим, где указаны были группировки, направления, все, и она прошла как по массу, она как прошла по массу, как будто никакой карты не было, никакого рыхеля не было, никакого самолета не было, ни трупов этих не было, ни вот этого наступления Вибера, да, который организовал одно и второе, то есть дважды предупредил господин Джугашвили, очнись, дебил, конченое животное, очнись, мы же готовим за подню, ведь в сущности, вот если бы даже наступать, надо было сидеть, как мышка, изображать, что это действительно, потому что, ну, ну, просигналил господин Видер, что вот это все, все, уже надо было там, как бы кидать монетку, так или сяк, понимаете, потому что вот это, к этим картам, Видер, это было такое дополнение, даже если этого Видера не взять в плен, да, но видеть, что дважды организовано на этом саду Игамора, что там поднялся ураган, что там вот просто смерч, понимаете, понимаете, на ровном месте, понимаете, вот из-за какого-то, не провести никаких разведывательных каких-то действий, целенаправленных на вот это действие, это просто чудовище, это просто, и вот этот Соловьев нам заливается под руководством, не вопреки, а под руководством товарища Джугашвили, да, вот, знаете, вот если бы я был на месте Гитлера вот этого, да, вот если бы я был такая же сволочь, как он, да, я бы так поиздевался, я бы после Воронежской операции, после выхода, я бы просто увешал грудь, выслал бы господину Джугашвили прямо, прямо, прямо вот, ну, мешок с железными крестами, я бы присвоил, группенфюрер ему бы присвоил, вот, ведомстве Абвера, не меньше, потому что ни один разведчик не сделал бы столько, ни один разведчик не смог бы так вот загипнотизировать, потому что даже Кручев, ну, кто он такой этот кукурузник, который просил оборот, не знал, что это такое, и то сообразил, что чё-то, блин, не то, чё-то не то, что вот эти Столинские, вот эти, Джоус Ралинские, вот эти стратеги там, типа Мекклеса и всё, что они чё-то не то мутят, что-то совсем мы ни на что не обращаем внимания, ну, вот как бы так.